приветик всем ольга мандодри здесь чуть по-английски стало с вами говорить сначала короче говоря интересная история опять дело вот в том что я вдруг меня осенило или как говорится сверху далее понимание как можно определить общую энергетику человека не конкретного органа а его вот так как мы рассчитываем по накшатрам там звук есть короче говоря я хочу это проверить и поняла как это можно сделать замерив англ у человека и я буду работать с оборудованием которое у меня есть и искать резонирующую частотность вот а дальше я думала дальше открываются еще более невероятные возможности это то что можно посмотреть с чем этот частотность связано а точнее какие музыкальные ноты какие цвета цветовые гаммы связаны с частотностью человека это может привести к ауре конечно а может быть и нет но это будет очень интересно проверить короче говоря думала как же мне это все соединить где же мне найти достоверную информацию чтобы это было четко все и как говорится я запустила это во вселенную эту идею эту мысль о том как найти все эти частотности и определение цвета и музыки связанные с человеческой вибрацией и отложил как горит эту идею думаю ну это я буду искать и не знаю где найду но я найду короче говоря я вытащила книгу которая называется пусть будет свет который у меня уже много много лет наверное 12 я уже новое издание покупала этой книги это мужчина который был из индии из бомбея а он родился еще в 1800 что-то я забыл в каком году конец позапрошлого века умер в 1963 году дариус дин шах короче говоря он был же инженер электрик и он разработал систему как лечить цвета излучение цветным излучением ну короче говоря цветными линзами вот это у меня оборудование такое это его кстати вот вот это мадженто свет и почему я полезла в эту книгу сейчас потому что у меня уже обострелся артрит и ему врач сказал ничем помочь не может типа таблетки вот а таблетки мы не хотим и я решила вытащил эту книгу и думаю так я посмотрю чем тут артрит лечится ну вот каким цветом нашла артрит каким лечится цветом написано там лимонный и вот это мадженто темно-фиолетовый да и показано куда тонировать какую часть тела значит там все описание если поскольку я читал эту книгу давно думаю надо прочитать внимательно вообще разобраться что тут написано и как тонировать вообще пришла к удивлению изумлению как он связывает я на это раньше не обращала внимание дыхание человека когда одна ноздря больше закрыт другая открыта то есть прана как она у нас как мы ее вдыхаем ли это из йоги на самом деле потому что пранаяма мы пытаемся дышать равномерно специальным счетом чтобы открылись обе ноздри полноценный и кислород поступал в обе части головного мозга право левое полушария короче это пранаяма и он говорит о том что когда тонировать нужно что это нужно обязательно смотреть как ноздри работают высылают они каждый год такие вот таблицы где они пишут в какой местности в какое время начинать тонирование человека потом рассчитывается значит частотность пульса берется человеческого и дыхание человека все это рассчитывается пропорция высчитывать короче очень много таких составляющих я думаю боже как это все невероятно потому что вас тушастры мы с вами рассчитываем здание до его объем и то есть там акустика акустика тончайшая акустика и по сути дела что здесь получается что цвет это электромагнитная волна определенной частотности и туда меня дошло ведь я же хотела узнать да какая частотность которую я найду человеческую да с определенной по определенной схеме что и будет соответствовать какой цвет какая музыкальная нота да вот это я все думала и вдруг бах я в этой книге читаю у него таблица значит там это приведено ну вот это да ну это же бывает такое да подумала тебе там забыла уже об этом вроде как ну где-то там это крутится в голове да на заднем плане и думаешь ну как-то заняться этим и вдруг пытаешься помочь человеку да и берешь там свою старую книгу и бах открываешь и там вообще это написано а а еще тут интересно написано еще во второй его книге который называется спектра хром энциклопедия тут вообще оттас он говорит про буквы санскрита да в общем короче таблица идет здесь октава какая сколько вибраций за секунду и энергия которая соответствует этим вибрациям и здесь идут буквы санскрита я вообще обалдела и они как раз в нам анакшатрах это вообще обалдеть обалдеть то есть идет такая связь это как раз я думаю я мечтала об этом думал как это соединить все как дальше двинуться с следующим курсом вас туши астры чтобы дать еще более интересную глубокую информацию фундаментально у нас у всех есть да вот так бывает интересно да закинешь во вселенную мечту идею и совершенно другим кажется образом когда ты не ожидаешь этого она прям выплывает на тебя вот как бывает жизни здорово интересно так что это все будет мы будем это все вместе с вами изучать вот этим я хотела открытием поделиться а еще интересный такой момент что все связано с духовностью но многие из вас уже это знают а некоторые только догадываются а вот здесь вот я еще обнаружила еще более потрясающий момент для меня во всяком случае это то что дин шах в своей второй книге там написала своем детстве о том как он рос что отец его был часовщик мама была дома сидела ну вот отец хотел чтобы он только часами там занимался он совершенно другой хотел делать и он короче говоря стал инженер-электрик и изучал электромагнетизм то же самое времена когда и тесла был когда волтер руссел был еще думаю что вообще там собирались вместе они все в нью-йорке были вот и короче говоря все сходится в точку как говорится и он написал что в детстве в 11 лет он же школу закончил и пошел дальше учиться в университет бомбей и он каким-то образом там написана небольшая история короче говоря он наткнулся на общество теосовское но тогда было очень популярно и его посвятили вот и после этого у него стали происходить как он сказал настоящие чудеса короче говоря он сидел в медитации с руководством которое мы выдала теосовское общество мадам лавацкой вот и он в медитации услышал и увидел двух людей которые находились совершенно в разных точках земного шара и они разговаривали с друг другом и он увидел их лица и услышал что они сказали что такой-то такой-то махараджи он махадев короче говоря там очень интересная вещь была и он так стрепенулся и думает дин шах чуть такой было и потом когда они поехали со своим другом в общество мадам блавацкой в чина или бывший мадрась и были в библиотеке где я тоже была с мужем и он там увидел портрет этого человека которого он увидел в медитации а потом в живую на него как говорится нашел человек 2 который разговаривал вот с тем который был на портрете и он короче увидел портрет того человека который был в медитации и живого человека который тоже был в этой медитации он сказал что тогда он был практически атеистом и работал только исключительно на экспериментах чтобы что-то понять и использовать для пользы людей и тут он понял что существует значительно более глубокие истины есть такой невидимый мир который вообще мощный и откуда мы все черпаем на самом деле все знания они нам даются тогда когда мы готовы так что я желаю вам всем дорогие мои чтобы знания были вам даны подарены когда ваше сердце открыто к этому и мы готовы и мы к этому с вами двигаемся всего доброго спасибо вам большое с вами была ольга мандудри пока умномаршивая я